Повестку Константину вручили прямо в университете. Мне просто позвонили из учебного заведения, попросили прийти в кабинет специальный, там где ведется учет военнообязанных, и забрать повестку. В руки студента документ передала сотрудница вуза. Не выходя из стен альмаматор, повестки получило большинство сокурсников Константина. Но у многих из них в планах на ближайший год учеба в магистратуре, а не служба в армии. А это здание на Пироговской, одно из тех, которые абитуриенты, выпускники четвертых курсов высших учебных заведений пытаются обходить стороной. И неудивительно, ведь те, кто приходил уже сюда с повесткой, отмечают, что и здание военкомата могут не выпустить, да и в принципе относятся неуважительно. Все списки, купить надо в Панкерсе, вот этим всем молодым людям купить надо в Панкерсе. Третий размер. К примеру, так со студентами в конце марта общался местный военком. Рядовые же сотрудники, по словам призывников, позволяют себе куда больше. Там, ну как со свиньями, просто матом посылают налево-направо. Нам сказали, что вы отсюда не выйдете, пока не пройдете медицинскую комиссию в военкомате и не получите повестку на областную медкомиссию. Из группы человек в 30, рассказывает Руслан, без новой повестки не ушел никто. Самые стойкие продержались с утра до 6 часов вечера. Об отсрочке на время обучения в магистратуре якобы никто и слушать не хотел. В военкомате все постоянно утвердят, что это уголовка, ну, уклонение от военного призыва, статья 335-я. Но так как мы студенты, мы вообще не касаемся никакой этой статьи. Если человек действительно уклоняется, ему грозит уголовная ответственность. Но нужно не путать уклонение с реальной отсрочкой, когда человек имеет право на нее. В том числе, один из случаев, это студенты. За неявку по повестке, отмечает юрист, студентам может грозить только административный штраф. В областном военкомате, в свою очередь, уверяют, право на обучение в магистратуре никого лишать не будут. Мы готовим призывные ресурсы заранее. Они должны прийти в военкомат, пройти медицинский осмотр. Это не медкомиссия, а пройти медицинский осмотр. Уточнить свои данные, телефоны, место жительства, поменял ли он институт, университет или еще что-то. И все. И на то время, пока у него действует отсрочка, никто его призывать не будет. Отсрочка у студентов 4-го курса действует до 30-го июня. То есть, ровно до конца весеннего призыва. Те же, у кого не получится поступить в магистратуру, попадут уже под осенний призыв. Правда, медкомиссию тогда придется проходить заново. Результаты этой уже будут недействительны. Лилия Горопашная, Денис Рудь, телеканал Репортер.